МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис, мы рады приветствовать вас у нас в гостях. И в первую очередь хотели бы поздравить и вас, и нас всех с тем, что в эти дни в Баку проводится первый фестиваль культурного наследия «Фантазия». Денис, этот фестиваль впервые проводится в Азербайджане, а в других странах он ранее проводился. И вообще, как пришла идея проведения подобного фестиваля? Я вам все расскажу. Спасибо большое за приглашение. Сабина, это большая честь для меня. Действительно, это первый раз, который проводим этот фестиваль здесь, в Азербайджане. И я думаю, в третьих странах мы такого фестиваля вообще не провели. Думаю, Азербайджан — это исключение. Почему? Потому что мы думаем, что этот город Баку, город, который вдохновляет уже много столетий, разных путешественников, которые проехали, это Шульковой путь, это всегда место, где Александр Дюма и много-много Нобел, и очень много разных европейцев приехали, проехали, влюбились и еще вдохновляет. И поэтому мы думали, что мы должны каким-то образом, наш долг — это провести какой-то фестиваль о культурном наследии Баку. Идея была, когда недавно я обнаружил хамам, баня, который называется «Фантазия». О, знаменитая баня, старинная Баку. Это невероятное здание, которое в конце 19 века создали, строили. И это было первое место здания в Баку с электрическим. Это было чудо инженерии тогда. И это очень-очень красивая баня. Я очень люблю ходить по Баку, и особенно в старом Баку, район советский, Кубинки, и не только через Шехер. И поэтому я открываю очень красивые здания, которые иногда нуждаются в какой-то любовь. И поэтому возникла идея, чем мы можем помочь. И разные люди из разных бакграундов, архитекторы, люди культуры, журналисты, фотографы. Мы собрались и придумали, как обсуждали, как мы можем что-то делать, вкладывать в этом дебате о будущем Баку. И вот возникла идея фантазия. Мы выбрали имя в честь Банни. Это сообща, да, вы выбрали? То есть никому она не один и не принадлежит. Это был как брейтсторминг. Мы просто там придумали, как назвать это. И мы думали, самое красивое название это фантазия, потому что все бакинцы, особенно коренные бакинцы, они очень хорошо знают это место. Это место, да, и там, ну, в общем, да, оно сочетало, это 19, конец 19 века, по-моему, 1897 год, да. И вот это место, где сочеталась Европа с Азией. То есть вот этот наш восточный хамам и европейская роскошь. Там все мрамором было отделано. Ну, в то же время восточный орнамент. Да, но это, и там как бы отдыхали люди, они журналы читали, проводили целый день, беседовали. То есть, да, это... И я думаю, если не ошибаюсь, архитектор даже немец. Немец, да, да. Поэтому это невероятная, вот как раз говорим, архитектура. Это тот самый архитектор, который первый план Баку составил. Да, правильно, совершенно верно. Поэтому это интересно, просто как европейская архитектура влияла на Баку, общая архитектура Баку. Вы знаете, что очень много зданий Баку. Архитекторы были из Польши и из Германии. Да, но наша страна, в общем-то, и находится на стыке Европы и Азии. Здесь очень много вот этих слияний европейских с Востоком. Может, поэтому она так привлекательна для европейцев? Да. В принципе, с вами все время говорим о неком синтезе культур. Но ведь и этот фестиваль, он сам по себе, это синтез культур. А чем может быть интересен этот фестиваль бакинцам? Ну, бакинцам, думаю, что очень интересно. Почему? Потому что они откроют часть города, который, наверное, они сами не знают. Сейчас, чем может быть полезно? Но у нас будут, например, экскурсии с очень известными экскурсоводами по разным точкам европейского наследия в Баку. Вот архитекторы, например, есть специальные экскурсии, которые покажут разные здания польских и немецких архитекторов в Баку. Несколько известные, несколько меньше известные. И очень интересная история каждого здания. Потому что существует очень много деталей, очень маленькие детали, которые очень интересны. И, думаю, экскурсоводы это расскажут. Потом у нас будут фото-выставки о Старом Баку. Немножко будет какой-то оттенок ностальгии тоже от этих фотографов. И будут, например, очень много кинопоказов, фильмы о Старом Баку тоже мы покажем. Будет круглый стол, который очень интересен, где будут участвовать разные архитекторы из Азербайджана, из Венгрии, из Франции. И обсудим, как современный город может все-таки сохранить свою историю, свое культурное наследие. Потому что это не всегда успешно, даже в Европе. Много раз это происходит сложно, неуспешно даже. То есть в эпоху этой глобализации сохранить вот это и наследие культурное, и традиции. Но вот вы сейчас сказали, что вы очень любите гулять по Баку, и не только по Ичаре и Шагаре. Но наверняка у вас есть свои такие особые любимые места, заветные места. А вот что это за места? Что вам особенно нравится? И что, скажем так, по-вашему, воплощает дух Старого Баку? Я, наверное, скажу вещи, которые предыдущие коллеги, которые были в этом кресле, не сказали. Потому что я в этом плане, наверное, не такой ординарный человек. Я вам честно скажу, что мне нравится, например, Сабунджу. Я обожаю рынок, блощинный рынок в Сабунджах, и в который очень часто еду. И это... Я вообще очень люблю рынки. Потому что рынки — это как отражение города. Чтобы понять город, самое хорошее, я считаю, место — это вокзал и рынок. Потому что там ты видишь разные люди, настоящие люди, и ты видишь дух города. Там есть все. Там все происходит. Там всегда все произошло. И в истории всегда. Если вы выйдете в Древний Рим, Сабина знает это, потому что ее имя же... Древнеримское. Да. Поэтому из этих времен и из Древней Греции самое главное место в городе был всегда агора-форум, значит, рынок. Да. И всегда и есть такой. Потому что там ты видишь просто настоящий город. Я очень люблю видеть настоящие лица людей. И район Сабунджу очень интересный, потому что это старый Баку. Да, это было даже не только советский, но даже российский императорский. Раньше существовало. Вы знаете, что есть несколько общественных знаний, там больницы, дом культуры, и все это, которое существовало. И даже как планировка совершенно отличается от остальной части Баку. Поэтому очень интересно. И люди, это еще люди, которые очень смешаны. Есть азербайджанские, есть русские, есть евреи тоже, которые там живут, всегда жили там. И поэтому это не туристическое место, но это очень очень красивое место. А каким видится вам Баку вот в этом месте? Вы сказали, что вот на рынке и на вокзале ты можешь для себя понять, что это за город. Ты можешь понять народ, вот ты можешь понять людей. А вот каким вы его видите? Каким вы его поняли, скажем так? Какие стороны вам стали понятны через пребывание на рынке или на вокзале? Там, например, обстановка, которая существовала раньше на творах, внутренних творах, итальянских творах Баку, которые, к сожалению, сейчас их очень мало, там еще существует. Дети встречаются, играют, потом, это тоже место встречи разных культур. Вот как раньше были в бакинских творах, что русские, евреи, все встречались там с азербайджанцами, пели песни, обсуждали все вопросы. Там еще есть тот же самый, сохраняется. И я, вот этот дух, который я очень-очень люблю и делает, думаю, Баку уникальным городом. А вот вы сами грек по национальности, но бывали во многих странах, но, тем не менее, наверное, Греция навсегда остается родиной. И вот если сопоставить Азербайджан и Грецию, вы видите какие-то общие черты в характере народа, может быть, общие какие-то культурные, исторические ценности? Ну, есть очень много. Я из тех людей, которые всегда говорю, что есть между культурами очень много общего. Те, которые говорят, что эта культура уникальна или то-то культура уникальна, это просто неправда. Смотрите, например, даже я бы сказал ковры. Вот ковры, которые, или другие текстили всего мира, у них есть очень много общего. Мотивы очень много. Похожи, намного похожи. Несколько дней назад была очень интересная таджикская выставка. И там были известны по всему миру Сюзани. И у меня друг, как раз, который участвует в «Фантазии», он режиссер, он из Эквадора. И он мне говорит, а вот это, это точно из Гватемалы. А говорю, это не Гватемала, это Таджикистан. А как? Это гватемальский? Смотри же, это как мотивы Гватемалы. И поэтому, это два народа, которые вообще не знают друг друга. Может, Таджикистан и Гватемала. Но мотивы очень похожи. То же самое, что касается культуры Греции и Азербайджана. Мы оба народы под солнцем. И недалеко от моря. Но это влияет очень сильно. Что есть какая-то расслабленность, щедрость души. И то же самое, это Баку и Греция. Это всегда место встреч разных культур. Тоже между Европой и Азией. Всегда было и всегда будет. Это так. Можно видеть это как проблема, но может видеть как преимущество. И я думаю, что правильно видеть это как преимущество. И встречаются разные культуры. И думаю, что это богатство Азербайджана, что как раз каждая культура, которая пришла или прошла сюда, оставила свои следы. И это, думаю, что очень-очень красиво. И в Греции то же самое. Денис, а как вы думаете, насколько европейцам вообще интересна азербайджанская культура, азербайджан сам, его наследие? Я думаю, что в Европе существует сейчас огромный интерес к неизвестным культурам, местам для путешествия и все это. Потому что уже вот с самолетами и все это расстояние уже стали очень. И люди всегда ищут новые места. И таких местах меньше и меньше бывает. поэтому очень много людей сейчас не в поиске удобной гостиницы только и море и солнце, но культуру. Они в поиске интересной новой культуры, новой гастрономических тоже испытываний, возможностей и все это. Другую природу. культурный туризм в Европе намного важнее, чем курортный. Курортный это определенные людей, имеет, конечно, свой вес, но сейчас больше и больше людей ищут что-то другое. и в этом плане думаю Азербайджан который имеет очень хорошую инфраструктуру это правда туристическую инфраструктуру транспортную инфраструктуру не так уж далеко из Европы сможет действительно быть очень привлекательным направлением для туристов. И согласитесь что это все-таки культура это мостик своеобразный между людьми. А вот если мы говорим с вами о туристах то ведь туристам нужно удивлять. Вот вас чем удивило Азербайджан в первый момент а может быть и продолжает удивлять до сих пор. Но я думаю что если не удивляется больше одно место становится скучным. Поэтому я всегда хочу удивиться во всех местах где я живу. И слава богу до сих пор Баку и Азербайджан всегда удивляют меня. Каждый день удивляет меня. Я стараюсь всегда не смотреть на фасад а смотреть во дворе. Смотреть на какие-то кадры людей и таким образом я думаю что больше понимаю этот народ. в Азербайджане существуют разные слои культуры и это видно. то что интересно это что если ты уходишь от места где туристы вообще ходят в центры города эти слои очень видны. и открываешь такие жемчужины где меньше ожидаешь истинные какой-то внутренний двор который я открыл недавно бакинский внутренний двор который имеет лестницу французской 19 века осталось там это чудо таких лестниц это наверное лестница которая уникальна 19 века но она там во дворе и есть такие жемчужины видишь какие-то дома или двери например домов которые невероятно красивые старые которые существуют там это это огромное богатство а что вы делаете вы фотографируете для фотосессии или же как я стараюсь узнать больше об истории вот этого места об этом периоде об этом здании как раз я думаю 7 ноября у нас будет очень интересная беседа дискуссия круглый стол в франкоазербайджанском университете о культурном наследии это невероятно интересно потому что каждое здание я считаю я очень люблю архитектуру если бы я не дипломат я очень люблю архитектуру и это как живой организм архитектор делает здание которое имеет определенный дух если ты думаешь что в этом доме жили 2-3-4 поколения людей которые у них были свои мечты разные события в жизни ты чувствуешь это здание это имеет определенное тепло каждое здание имеет это тепло новое здание не имеет ничего может быть посмотреть просто они красиво смотрится но не имеют это тепло который вот эта часть Баку чувствуется есть аура очень теплая аура вот эта часть А с чем вы связываете это тепло с историей с историей с людьми которые жили там это очень важно знать кто жил там это очень важно это как когда вы покупаете например книгу старую книгу да покупайте старую книгу и можно конечно думать что вот это старый а вы видите например старинную книгу что кто-то сделал заметки что-то написал кто-то написал что-то это очень интересно потому что значит что бывший владелец вложил душу остановил там что-то посмотрел что-то написал да это это настолько интересно это может быть намного даже интереснее чем содержание книги мы сейчас говорили о том что вот в принципе увлекаетесь архитектурой а до начала программы мы с вами говорили о том что вы увлекаетесь еще и кухней давайте поговорим о кухне как вам азербайджанская кухня и получается ли приготовить какие-нибудь блюда из азербайджанской кухни я обожаю азербайджанскую кухню это кухня который я бы сказал честно она не старается разными соусами как-то обманут это на основе очень свежих и вкусных продуктов которые в Европе к сожалению меньше и меньше биологически чистые продукты здесь очень вкусные поэтому это честная кухня основная кухня я бы сказал гранаты используется очень часто и это очень это дает какой-то экзотический вкус который для Европы является совершенно новым в каждом регионе тоже существуют специфичности вот плов который делается так по-другому шаки другие ленгхаран другие каждая и это должна красота кухни поэтому я очень люблю азербайджанскую кухню считаю что она отличается от всех остальных она не грузинская грузинская тоже грузинскую очень люблю но азербайджанская отличается это не турецкая который тоже очень люблю тоже отличается поэтому это думаю что очень интересно даже для европейцев открытых какое блюдо вы больше любите наше я думаю что если честно шах плов это невероятно вкусно фисинджан плов невероятный который бакинский это невероятное блюдо потому что это уже изисканное блюдо это очень изисканное блюдо но есть очень много но эти тва это я обожаю а что вы готовите из азербайджанской кухни получается азербайджанская я не могу готовить потому что я знаю что я могу просто через 50 метров найти прекрасный ресторан поэтому я не готовлю я готовлю то что я не могу найти здесь вот это я готовлю ну не пытались я не пытаюсь потому и я думаю что сразу после того что я уезжаю из азербайджана я буду готовить азербайджанскую кухню чтобы и другие просто мои коллеги которые далеко и которые не пробовали азербайджанскую кухню имели возможность пробовать ну значит вы собираете рецепты если хотите потом это готовить не только это вы знаете самое начало этого фестивала фантазии среду мы как раз начали этот фестиваль с очень интересной дегустации азербайджанских блюд это было несколько поваров которые придумали очень интересное блюдо больше десяти разных блюд это была настоящая дегустация и которые не только представили блюдо но сказали историю этих блюд потому что есть мыфы здесь в азербайджане связано с каким-то блюдом и этот шеф-повар который нам готовил это мероприятие он рассказал о происхождении как эти блюда просто обнаружили сделаны потому что существует очень много историй поэтому я думаю одна очень важная часть культурного наследия это гастрономическая тоже традиция это очень важно и в европе это очень много очень ценим это вот раз мы говорим о мифах то в принципе мифы они сопровождают культуру в любых ее проявлениях будь то архитектура будь то кухня будь то танцы будь то музыка фактически с каждым элементом связана какая-то своя история свой миф миф не всегда правдивый не всегда достоверный а вот как вы считаете нужны ли эти мифы развенчивать я думаю что мифы очень-очень помогают нам мечтать вы знаете моя родина Греция это родина миф да безусловно я помню когда всегда но в школе наши дети они знают о мифах и это это очень помогает детям чувствовать жизнь ну в других в другом размере я думаю что мифы это очень важно это очень важно мечтать это очень важно в жизни вы же с родиной мифов да есть общие исходные черты между мифами разных народов которые даже находятся на разных континентах есть общие какие-то сказки общие истории а замечаете ли вы такие общие черты между скажем азербайджанскими легендами сказками и мифами Греции вы знаете историю Прометея да конечно вот уже есть я думаю что есть конечно и существуют мифы везде по всему миру и то же самое как пример ковров то же самое мифы мифы тоже мифы например вот история Ромео и Джульетта если вам скажу что примерно такие существуют на лимичных у нас всех народов вот да вот десятки существуют да есть какие-то варианты но одинаковые практически миф Геракли то же самое везде и у майя есть поэтому это очень похоже там тема идентичная в общем-то это любовь в первую очередь борьба добра со злом и защита родины семьи народа то есть в основном вокруг вот этого все мифы все сказки создаются поэтому они похожи и конечно тоже очень важно гармония с природой это очень важно это сложно конечно это очень важно тоже забываем конечно а вы часто ездите в наши регионы о природе сказали вот сейчас недавно я был в Нахичеване тоже у нас были как раз мероприятия культурные мероприятия впервые провели евро вилет евро деревня евро городок именно в Нахичеване было очень очень интересно вот раз коснулись темы евро вилет вы их уже проводите не первый год но у вас есть возможность сопоставить интерес к евро вилет растет в Азербайджане да думаю что очень интересно мы даже решили что даже для Баку уже не настолько интересно потому что уже мы видели что публика Баку она имеет доступ к информации о Европе и поэтому я не думаю что это приоритетная задача просто проводить еще один евро вилет в Баку но в регионах это очень очень интересно есть огромный интерес и мы каждый раз стараемся как-то обновить концепт и адаптировать поэтому вот в следующем году скорее всего мы проводим один евро вилет в Мегачевире мы так решили потому что там очень много тоже европейских проект проект финансирования европейского союза поэтому мы просто решили там одно мероприятие и если у нас будет возможность мы хотим еще один евро вилет или в Габале или в другом городе вы проводили евро вилет если я правильно помню в Гяндже в Щеки вы сейчас упомянули Нахчеване а еще где ну помимо Баку и в Ленкаране тоже и в Ленкаране тоже да как раз в прошлом году наш день Европы который 9 мая мы провели в Ленкаране а какие еще планы на ближайшее время будет наш фестиваль толерантности который будет уже третий раз и который я вам честно скажу что я уже начал готовить приготовить потому что есть много идей мы всегда стараемся чтобы имяджин был встреча разных культур и поэтому я не хочу уже сказать но будет очень интересно потому что я уже договорился с несколькими режиссерами музыкантами которые приедут в Баку впервые в мае и это очень интересно мне очень интересно что люди которые приехали один раз в нашем фестивале в качестве гостей они так влюбились что они каким-то образом хотят постоянно регулярно возвращаться ну невозможно не влюбиться в нашу страну в наш народ потому что это очень гостеприимное место гостеприимные люди и это очень очень приятно и вот как вы оба Ламья и Сабина рассказали мы создадим в конце как все строим мосты между нашими странами но самое главное между нашими народами но это не может быть сближение не может быть если наши народы не знают друг друга и поэтому думаю что вот строить мосты между нашими культурами и народами это очень важно Денис спасибо вам большое за очень интересное интервью надеюсь не в последний раз спасибо очень надеемся что вы еще будете нашим гостем и у нас будет в нашем городе в нашей стране будет очень много замечательных мероприятий которые будут организованы Евросоюзом спасибо вам огромное гостем гостем Субтитры сделал DimaTorzok